У посланника Аллаха, салаллаху алейху ассалям, спросили и сказали, о посланник Аллаха, какое деяние для Аллаха является самым любимым? Он сказал, ассалату аля вақтиха. Это вовремя совершенная молитва, вовремя совершенный намаз. Затем его спросили, о посланник Аллаха, что же после этого? Он сказал, беру льва льдейн, хорошее отношение к родителям. О посланник Аллаха, а что же после этого? Затем он сказал, аль-джихаду фи сабилилля. Борьба на пути Всевышнего Аллаха. Первое, самое важное и главное для Аллаха – это намаз. Мы с вами сегодня живем в период года, когда расстояние между молитвами является очень коротким. Настолько коротким, что человек, почитает намаз, не успеет оглянуться, как пришло время другого намаза. И это то время, когда мусульманин должен быть более бдительным к молитве. Ведь Аллах, субханахуа та'аля, говорит, хафиду аля салават. Оберегайте ваши молитвы. Берегите ваши молитвы. Инна салата кана та'аля льмуменина китаба мукута. Ведь молитва была предписана человеку совершать ее в ее назначенное время. Молитва – это намаз. Это не что-то, которое подождет. Молитва, намаз – это не то, что можно собрать и совместить ее и сделать все вечером, ночью. А это дело, ради которого должен остановиться весь мир. Весь мир. И все должны подождать. Кроме намаза. И горе тому, который поставил свои дела, свои заботы, выше намаза. Оставляет намаз. Пренебрегает намазом. И в первую очередь завершает свои дела. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, говорит в Коране, «Ва'ля аузи биллахи мин ас-шайтаан и рожим, «Ва аким из салата, инна салата танхаа анил фахша и вал мункар». Выстаивай молитву. Поистине молитва удерживает человека от мерзости и порицаемого. Молитва, намаз – это не просто предписание, которое человек совершит и тут же удалится, которое не оставляет на нем след. Наоборот. Молитва, совершенная вовремя, молитва, совершенная должным образом, она воспитывает и закаляет человека, делает с него настоящего, правдивого мусульманина. Ведь однажды Амар ибн-Хаттаб, радаи Аллаху айн, увидел, как один человек молится. Он за ним наблюдал, а затем подозвал его и сказал, «О, мужчина, ты нам нужен. Нужен для важного дела». И тогда он сказал, «О, правитель правоверных, я не подхожу для ваших повелений, я не могу собирать закат, я не могу собирать садакаты, я не для этого предназначен, я предназначен для борьбы на пути Аллаха». Амар ибн-Хаттаб сказал, «Для этого и мы желаем тебя, для этого ты нам и нужен». Амар ибн-Хаттаб увидел в человеке через его молитву его потенциал, через его молитву. Насколько пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сподвижники относились к молитве, что даже через молитву они в первую очередь понимали, кто он, перед кем он, для чего он эту молитву совершает и что он должен делать после молитвы и что с ним произойдет после молитвы. Настолько трепетно от нее относились к молитве. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, первое, за что человек будет спрошен в судный день, из всех его деяний, это молитва, это намаз. если она будет совершена должным образом, и если молитва будет на весах у человека из его деяний, то тогда он будет из спасенных, он будет из тех, которые ощутят счастье и радость. Но если человек окажется из тех, которые пришли к Аллаху всего лишь с пустыми надеждами, без молитвы, без намаза, либо совершали намаз не должным образом, не в его время, то Аллах, субханаху ата'аля, обречет этого человека на погибель. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, говорит, то этот человек окажется в убытке и погибнет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok